Курьеры бывают разные. Кто-то привозит людям продукты из магазина, а кто-то запрещенные вещества. Житель Ешкаралы выбрал второй вариант. В тот момент, когда он доставил из соседней Чувашии большую партию синтетических наркотиков, его повязали сотрудники республиканского УФСБ. За свое преступление мужчина получил заслуженное наказание – 8 лет колонии строгого режима. Сотрудники республиканского следственного комитета разбираются в причинах смерти рыбака из Мариэл. Известно, что 10 октября двое мужчин отправились на рыбалку на реку Сугрюм в Горноморийском районе. Двое мужчин приехали на рыбалку из Медведевского района республики. Употребляли спиртное. Один из них ушел в находящуюся в нескольких километрах деревню Яникеева. Когда он вернулся, то обнаружил второго лежащим на берегу лицом в воде. Он пытался оказать первую медицинскую помощь, но не смог спасти мужчин. Статистика пожаров в республике Мариэл немного снижается. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 9 возгораний. К счастью, обошлось без погибших. 10 октября в Маритореке загорелось частное хозяйство. Пожар успел уничтожить баню, хлев и часть крыши дома. Хозяева не пострадали, а вот их куры погибли в огне. 11 октября в поселке Пемба загорелась пилорама. Предварительная причина – неисправность печного оборудования. В результате пожара выгорело два помещения. Ущерб составил 500 тысяч рублей. 13 октября в деревне Пекшиксала в одном из домов на улице Мочилова загорелась квартира. Очаг возгорания находился на кухне. Сын хозяйки попытался подручными средствами потушить огонь. Частично ему это удалось, а прибывшие спасатели вывели пострадавших на свежий воздух. Также была организована эвакуация жильцов верхних этажей дома. Открытое горение на площади около 7 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. Угроза распространения огня на квартиры соседей была предотвращена. В результате пожара в квартире повреждена кухня и прихожая. Причину происшествия в настоящий момент выясняют специалисты Государственного пожарного надзора. В минувший понедельник серьезный пожар возник в Ишкороле. Почти в полночь на пульт дежурного поступил сигнал о том, что горит трехэтажный дом на улице Красноармейской. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. На место незамедлительно выдвинулись шесть боевых подразделений. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать всех жильцов. Через несколько минут пожарные уже дотушивали огонь. В результате возгорания повреждена кухонная рама и имущество квартиры. Через несколько часов спасатели вновь выдвинулись на ликвидацию другого возгорания. Около половины шестого утра работник столярного цеха, расположенного на улице Крылова, заметил огонь, который полыхал в котельной. Еще до прибытия пожарных подразделений огонь успел перекинуться на ангар, пристроенный к ней. Сильный ветер и большое количество горючих материалов значительно усложняли работу пожарных. Однако спустя время им удалось ликвидировать возгорание. В обоих случаях причину пожаров предстоит установить специалистам. 22 человека пострадали в авариях, которые произошли на прошлой неделе в Мариел. 11 октября в Ешкороле на перекрестке улиц Красноармейская и Комсомольская столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля Land Rover, поворачивая налево, не пропустил водителя BMW, который ехал прямо на зеленый сигнал светофора. В результате удара Land Rover откинул на тротуар, где он зацепил женщину. BMW после столкновения отлетела в железное заграждение. Как стало известно, сбитого пешехода увезли в больницу с травмой ноги. Также пострадал пассажир BMW и 7-летняя девочка из Land Rover. Оказалось, что виновник аварии – злостный нарушитель скоростного режима. Только за этот год он почти 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В минувшие выходные в Куженерском районе на загородной трассе произошло ДТП, виновником которого стал водитель отечественной «семерки». Из-за его халатности пострадал и он сам, и его пассажирка. Как установлено предварительно, 68-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной ВАЗ в сложных погодных условиях, не учел дорожные условия, в том числе видимость в направлении движения, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и его пассажирка 33-х лет были госпитализированы. В субботу в Ешкарале на улице Лебедева, 45-летняя автоледи за рулем Киа сбила старушку. Однако бабуля переходила дорогу в неположенном месте, не дойдя до пешеходного перехода каких-то 50 метров. Пенсионерка жива, ей назначено амбулаторное лечение. 16 октября на бульваре Победы произошло подобное ДТП. На этот раз за рулем автомобиля был мужчина, а пешеходом, который переходил дорогу не по зебре, 19-летняя девушка. С серьезными травмами она попала в реанимацию. Во вторник на республику обрушился ураган. По данным регионального гидромедцентра порывистый ветер достигал скорости почти 30 метров в секунду. Такая ситуация может сохраниться несколько дней. Для того, чтобы не стать жертвой стихии, сотрудники главного управления МЧС России по республике Мариел рекомендуют придерживаться следующих правил. Уважаемые жители и гости республики Мариел, уберите незакрепленные вещи балконов и лоджий. Отгоните от деревьев, рекламных щитов и ветхих строений личный автотранспорт. Не оставляйте детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, быстро укройтесь в ближайшем здании. Если такой возможности нет, держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач. Плотно закройте окна, двери и чердачные люки. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, так как сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Будьте внимательны и осторожны. На текущий момент в городских пабликах публикуют многочисленные фото и видео последствий урагана. В нескольких частях города ветер поломал деревья, повредил дорожные знаки, оторвал забор и даже перевернул автобусную остановку. Продолжение следует...